Все пошло не так. Сорос предрек глобальный кризис. Почему Сорос предсказал новый глобальный финансовый кризис? Джордж Сорос считает, что скоро может разразиться новый финансовый кризис. В этом виноват президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, чьи действия провоцируют нестабильность, а в ЕС вообще все, что могло пойти не так, пошло не так. О вероятном кризисе писал недавно нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман, а глава МВФ Кристиан Лагард на петербургском форуме говорила о нависших трех тучах. Первый удар, по мнению экономистов, примут на себя развивающиеся рынки и их валюты, в том числе рубль. Финансист Джордж Сорос заявил, что текущая глобальная политика может спровоцировать очередной крупный финансовый кризис. Больше всего от него пострадает Европа, а также страны с развивающимися рынками. По словам миллиардера, Евросоюз столкнулся с тремя ключевыми проблемами. Проблема с беженцами, территориальная дезинтеграция, выход Великобритании из ЕС и политика жесткой экономии, вызванная финансовым кризисом, который помешал экономическому развитию Европы. Все, что могло пойти не так, пошло не так, считает Сорос. То, что Европа находится в эксистальном опасности, больше не фигура речи, а суровая реальность, уверен он. Политика администрации Дональда Трампа, который уничтожил трансатлантическое сотрудничество, а также вышел из ядерной сделки с Ираном, окажет негативное воздействие на экономику Евросоюза. Под угрозой развивающейся рынки, валютам которых грозит девальвация, российский рубль относится к этой категории. Эти заявления звучат на фоне хорошей макроэкономической статистики. Международный валютный фонд МВФ прогнозирует рост в развитых странах в этом году на 2,5%, в следующем на 2,2%. Экономика развивающихся стран увеличится на 4,9% и 5,1% в 2018-2019 годах. В целом, в этом году мировая экономика, как ожидается, вырастет на 3,9%, но если посмотреть на данные Всемирного банка, то мировая экономика в последние 40 лет двигается по четкому циклу, в котором раз в 7-10 лет происходит резкое замедление темпов роста. 1975, 1982, 1991, 2001 и 2009 годы были точками кризиса, когда вместо 3-5% в год рост составлял 0,8%, 0,3%, 1,4%, 1,9% и минус 1,7% соответственно. Крупнейшая экономика мира, Соединенные Штаты Америки, в эти периоды уходила в минус, за исключением 2001 года, когда темпы роста составили около 1%. В последний кризисный 2009 год Америка упала на рекордные для себя 2,8%. Если принимать во внимание эту ретроспективу, то получается, что новый кризис может случиться в этом или следующем году. Джордж Сорос не единственный, кто говорит о вероятном приближении кризиса. В частности, об этом писала недавно группа западных экономистов, а также Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман. Кругман нашел параллели в текущей ситуации с кризисом 1997 и 1998 годов, который пришел из азиатского региона. Сейчас тоже может все начаться с развивающихся рынков, прежде всего с обвала валютных курсов. Впрочем, пока он не считает, что грядет что-то пугающее. Майский опрос экономистов, который проводило агентство Reuters, говорит о 15% вероятности рецессии Соединенных Штатов Америки в течение ближайших 12 месяцев, но в течение 24 месяцев она повышается до 31%. Глава МВФ Кристин Лагард, выступая на недавнем Петербургском международном экономическом форуме, заявила о том, что над мировой экономикой нависли три тучи. Речь идет о высоком уровне долговой нагрузки, которую накопили государства и компании. Она составляет 162 трлн долларов или 220% мирового ВВП. Это рекордный уровень, говорит Лагард. Вторая проблема заключается в вероятности оттока капитала из развивающихся стран, но самая темная туча – это все тот же Трамп. Глава МВФ не называла его, но заявила, что риск кроется в стремлении некоторых сломать систему, которая руководила торговыми отношениями. Эта буря попытается поставить крест на правилах, которые руководят движением капиталов, услуг и товаров. Это та туча, за которой мы должны следить, сказала Кристин Лагард. Необходимо пояснить, что развивающимся рынкам и их валютам, в том числе и рублю, угрожает прежде всего нормализация денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Федерезерв поднимает ставки в этом году, ожидается еще 2-3 повышения с текущего уровня 1,5-1,75% и сокращает баланс, на котором сейчас госбумаг Соединенные Штаты Америки на несколько триллионов. При этом Белый дом наращивает заимствования. Госдолг Соединенных Штатов Америки в этом году уже перевалил за 21 триллион долларов, или 105% ВВП доходности американских казначейских обликаций, также бьют многолетние максимумы, что пугает инвесторов. Все вместе это может сыграть роль пылесоса, который высосет с развивающихся рынков средства инвесторов и вызовет девальвацию их валют. Правда, глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина говорит, что не боится бегства иностранцев. Многие говорят о внешних рисках разного рода, если уйдут нерезиденты с рынка. Мы проводили оценки, действительно кривая доходности может чуть сдвинуться, но не катастрофически, на 40-50 базисных пунктов, по нашим оценкам. Может быть, конечно, повышенная волатильность, но точка равновесия будет где-то на этом уровне. Я не думаю, что будут серьезные последствия, потому что у нас сам рынок госдолга не очень большой и объем ОФЗ не очень большой по сравнению с нашей экономикой, заявила Набиуллина на петербургском форуме. Впрочем, введение Соединенных Штатов Америки в начале апреля санкцией в отношении Олега Дерипаски и Виктора Виксельберга и их компаний показало, что курс рубля может легко уйти к прежним вершинам в 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро. И это при цене нефти в районе 65-70 за баррель. Нерезитентам же принадлежит 34,5% российских обликаций ОФЗ на Миланом 2,351 трлн рублей, около 37 млрд долларов по текущему курсу. Распродажа этих бумаг может спровоцировать резкий обвал рубля. Российская экономика не очень прочно стоит на ногах, а рост в первом квартале этого года по оценке Росстата составил всего 1,3%, вероятнее всего, что ОМНИ превысит 2% по итогам года. Новый внешний кризис подкосит этот неустойчивый рост и снова отправит Россию в рецессию. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех самых последних событий. Итак, давайте вместе с вами посмотрим, кто же на самом деле Сорос. Итак, биография. Родился в Будапеште в еврейской семье среднего достатка. Его отец Тивадар Шварц был адвокатом и видным деятелем еврейской общины города, специалистом по эсперанто и писателем-эсперантистом. В 1936 году семья поменяла свою фамилию на венгерский вариант Сорос. Старший брат, инженер, предприниматель и филантроп Пол Сорос. В 1947 году Сорос переехал в Великую Британию, где поступил в лондонскую школу экономики и политических наук и успешно ее окончил через три года. Ему читал лекции австрийский философ Карл Поппер, который показал, оказал на него большое влияние, идейным последователем которого он и стал. В Англии нашел работу на галантерейной фабрике, а затем превратился в каме-вояжера, но не оставлял поисков работы в банке. В 1953 году получил место в компании Сингер и Фридландер. Работа и одновременно стажировка проходила в арбитражном отделе, который находился рядом с биржей. К 1956 году относят начало карьеры Сороса на поприще финансиста. Он был в Нью-Йорк, он прибыл в Нью-Йорк по приглашению отца своего лондонского друга, некого Майера, который имел свою небольшую брокерскую фирму на Уолл-стрит. Карьера в Соединенных Штатах Америки началась с международного арбитража, то есть покупки ценных бумаг в одной стране и продажи их в другой. Сорос создал новый метод торговли, назвав его внутренним арбитражем, продажа по отдельности комбинированных ценных бумаг, акций, облигаций и варантов, прежде чем они могли быть официально отделены друг от друга. В 1963 году Кеннеди ввел дополнительный сбор Нене странной инвестиции, и Сорос закрыл свой бизнес. К 1967 году он занимал должность руководителя исследователей Варнхолд и Блейнхорда, известной брокерской компании, специализирующейся на европейских фондовых рынках. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на канал. КОНЕЦ КОНЕЦ